Здравствуйте! Это программа «Открыта», которая, как и вы, уважаемые, ждала, ждала, ждала весны. А когда весна пришла, мы открыто изумились. Ну, во-первых, погода, конечно, она экстремальная, а во-вторых, тому, насколько не сложились отношения у этой весны с городскими улицами. Вы, когда по лужам перепрыгиваете, какие у вас мысли проносятся в голове? Ну, что... Ну, вообще, хватает физической подготовки перепрыгнуть лужу? Да, да, мне хватает. Хватает сноровки перепрыгнуть? Вот, например, вот эту вот лужу какую-то? Ну, нет, ну, поменьше, да. Ноги часто бывают мокрые? Нет, слава богу, сапоги хорошие. Как вы думаете, кто в этом во всем виноват? Ну, правительство. Наши дороги, они, конечно, вообще ужасные. Как вы думаете, кто в этом виноват? Ну, наверное, скорее всего, власть. Потому что она не следит за дорогами и ничего не делает. Вам нравится ходить по весенним улицам города? Конечно, я очень счастлив. А что больше всего вам нравится? Наши дороги, вот, особенно вот это. Ну, какие мысли проносятся, вот, когда идете? Маленькая, нет, это маленькая деревня в большом городе. Это все весна виновата? Скорее всего, ну. Или зима? Или зима. Кто-нибудь из этих двух? Кто-нибудь, кто дороги делает. Когда вы идете по весенней Благовещенской улице, что вы думаете? Ой, только о том, что это все мерзко-пакостно. Что именно? Грязь, слякоть и неудовлетворительная работа управляющих компаний, которые должны нанимать не гастарбайтеров, а нормальных людей, которым надо нормально платить, и они будут нормально убирать. Давайте скажем так, Лугуля и Бульс, но, извините, город был чистым. И мне не нравится, что этот снег был не убран, и он сейчас превратился в лужи, и море грязью, у меня просто по колено грязь. Вот буквально по колено, у меня штаны грязные по колено. Скажите, пожалуйста, как надо правильно ходить по городским улицам, чтобы не замочить ноги? Странный вопрос. По-моему, у нас на болоте город вырос. И ничего не поделаешь? Ну как? Наверное, там администрация города своими ресурсами не может приподнять. Тротуары сделать. Можно спасти ситуацию только, если приподнять тротуары, да? Ой, если у администрации есть на это средства, ну там, люди, техника, ну и все остальное. Ну ладно, спасибо. Все зависит от финансирования. Зато Владимир Владимирович Путин, его помощники и представители кабинета министров Российской Федерации на прошлой неделе по Благовещенским улицам промчались изящно и стремительно, потому что все Благовещенские улицы, по которым ездили кортежи, оказались в полном порядке, словно по волшебству. Это Игнатьевское шоссе. Здесь на прошлой неделе все ямки посыпали асфальтом, придорожные столбы и знаки помыли, и даже пьедестал стеллы с надписью «Благовещенск» покрасили. Тревожные вести по теме городского ЖКХ, как фронтовые сводки, поступают практически ежедневно. Ну вот, например, 2 апреля весна обнажила плачевное состояние Благовещенских автодорог. 4 апреля Благовещенск топит талой водой. 5 апреля в Благовещенске ребенок провалился в яму с водой на тротуаре. 7 апреля в центре Благовещенска огромная яма поджидает зазевавшихся автомобилистов. 9 апреля в Благовещенске мужчина подскользнулся на обледеневшей дороге и упал с трехметровой высоты. 10 апреля в Благовещенске выпало 7 мм осадков. Движение по улицам города затруднено. 11 апреля Благовещенские депутаты решили проверить финансово-хозяйственную деятельность городских дорожников. 15 апреля в Благовещенске троллейбус провалился в яму, парализовав движение экологичного транспорта. 16 апреля из-за многочисленных выбоин улицу Кантемирово закрыли для движения общественного транспорта. 17 апреля глава администрации Павел Березовский признал в Благовещенске плохие дороги. Ну вот, собственно, уважаемые молодые люди, хочется спросить, а как вам дороги Благовещенские, весенние дороги? Надо коротко и лаконично, да? Да, и честно. Тогда уж лучше никак. И не забывай о том, что закон на матью СМИ уже принят и подписан президентом страны. Иступил в силу. Если коротко и лаконично, я процитирую Остап Бендер, когда с автопробега в Черноморск приехал, у него спросили, каким вам видится будущее Черноморска? И он ответил коротко и лаконично, оно прекрасно. Будущее, да, будущее, возможно, прекрасно. Я пешеход, поэтому мне, честно говоря, больше заботят тротуары, ну, дороги, тротуары. Ну и как тебе пешеходица? А вот буквально в конце этой недели уже хорошо, уже все, не все, но много чего подсохло, а до этого, конечно, да, без, так сказать, болотников было сложно. Это были Алексей Восковойников, Павел Кошеленко, да, и как вы уже догадались, обсуждать открыто мы сегодня будем тему Благовещенских, городских, весенних улиц. И всего, что на них находится. Всего, что на них находится. Включая Благовещенство. Да, я же говорил о будущем Черноморска, о будущем Благовещенского я еще не говорил. Ну вот прямо сейчас к нам придет Андрей Ермаков. Это человек, житель нашего города, который... Неравнодушный житель. Неравнодушный житель нашего города, который не так давно, у которого не выдержали нервы, и он решил бороться сам с городскими ямами. С созидательным путем бороться. Да, и со всякого рода неудобствами, которые городские улицы приносят людям. Доставляют. Доставляют. Смех и радость мы приносим. Да. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что в ноябре 2012 года вы решили засыпать яму? Ну, я ехал на работу, и как не в первый раз я уже обруливал эту яму, и просто вот этими своими действиями я хотел показать чиновникам, что в каком состоянии у нас находятся дороги. Люди едут на круговом движении, постоянно ее обруливают, маневрируют, случается ДТП. Может как-то что-то произойти просто из этой ямы непредсказуемо. Просто один поток спускается, а вниз другой ее обруливает, то есть вытесняет машину с левой полосы навстречу. Бывает просто, может быть, непоправимое. Поэтому я принял решение, отпросился с работы. Поехал, набрал песка, взял лопату. Ну, просто уже достало меня все это. А перед этим вы как-то обращались к дорожникам, к чиновникам? Ну, я звонил в ГИБДД, обращался, называл данный участок дороги. То есть ГИБДД там... Это на кольцевой развязке, на театральной? Да, это на кольцевой развязке, на театральной, как поднимаетесь на ряду после ЦЭС. К этой вашей импульсивной акции было, в принципе, привлечено немалое внимание, в том числе и пресса. Вот прошло полгода, что-то как-то сдвинулось, изменилось каким-то образом в вашей жизни лично и на дорогах, в принципе. Как ваша яма поживает? Ну, как она поживает? Она как поживала, так и поживает. После меня никто ее не подсыпал, ее как разбило потом... То есть даже ваши действия никого, ни к чему нету? Все как было, все так и осталось. Даже, может быть, хуже, она стала маленько еще больше расти. Ну, то есть засыпали несколько часов дней, она постояла более-менее нормально? Да, постояла все. Дальше опять раскатали, опять эта яма, опять ее все обруливают. Все едят, извините, из-за выражения матерятся, а толку никто ничего не хочет ни предпринимать, ни делать. Я нашел на сайте вот эту статью про то, что когда осенью Андрей это сделал, мне позабавила его прямая речь. Он тогда еще не видел, что случится. Вот что Андрей сказал. Говорят, нет финансовых средств, чтобы сделать дороги. А если бы здесь мимо проехал Путин, это, наверное, кому-то могло стоить поста. Ну, сейчас как раз пост. Да, великий, великий пост. Продолжает Андрей. Почему-то, когда приезжают высокие гости, средства находятся очень быстро и сразу дороги ремонтируются. Ну, вот они приехали, высокие гости, нашли средства, начали ремонтировать дороги. Нет, так же. Они не по той улице просто ехали. Да, если бы они поехали по другим улицам города, то... Ну, может быть, бы и нашлись уже, быстренько бы все началось ремонтироваться. То есть, вот эта яма Ермакова как стояла, так и стоит. Да, как стояла, так и стоит, ширится, расширяется. А по поводу приезда, если я правильно помню, во время визита Ельцина у нас, извините, целую дорогу к... Так ее сделали, ее сделали от аэропорта до города. Во-первых, аэропорта до города, а во-вторых, от трассы Благовещенск-Гомелев, то есть, как до нашего доблестного сельского предприятия. А сейчас приезжал Владимир Владимирович и вот все его коллеги из Москвы и просто засыпали асфальтом, и все. Ну, на самом деле, сейчас в таких погодных условиях, по-моему, бесполезно делать дорогу, потому что асфальт сойдет вместе со снегом. Так, были случаи, именно это описали, что прямо на снег это высыпали? Ну, давайте. Вот проблема есть. Она уже обозначена, ее все обозначивают. И Андрей. Он обозначен. И мы, как журналисты, все это видим. И люди пишут, и люди говорят. И уже даже... Дошло до того, что Павел Викторович Березовский на днях признал официально, что дороги у нас никудышные. Он сказал плохие. Плохие. Плохие-плохие-плохие. Еще не дошло до крайности. Он конкретно сказал плохие дороги, да. И пообещал, что в этом году на ремонт дорожного покрытия потратят... 50? Да. Мой дом. Мой дом. Да, более 200 миллионов. Ну, я так хочу сказать, чтобы это не было обещанием, чтобы, конечно, что-то предпринимали, делали наши дороги восстановились. Мы же платим налоги. Мы хотим, мы все живем в одном городе, хотим ездить по нормальным, хорошим дорогам. Я не говорю там за всю Россию в целом. Конечно, во всей России это беда номер один. Но за наш город я хочу сказать, потому что я житель своего города, я хочу ездить по нормальным дорогам. Хочу не стоять по утрам в пробках, не нервничать, не объезжать там, не кричать. Расскажите, Андрей, какие еще точки такие болевые? Вот вы много ездите по городу, где еще все отвратительно, там, затоплено, провалено. Вот возьмите отрезок район Тайваня, и вот как едете его в Астрахановку, вот этот отрезок абсолютно весь разбили. Ужасно весь разбили. Там просто, я не знаю, болото целое. И люди тянутся, едут с утра на работу, обижая, там как-то бьют свои машины. Вот это вот просто непонятно вот это вот действие. Привезли туда несколько КамАЗов, сыпали эту щебенку, разровняли ее гридерем. День-два и все, и опять то же самое. Там, во-первых, очень много воды, надо сначала откачать воду, убрать оттуда у вас, кувейтов везде, почистить кувейты, каналы, все, чтобы вода оставалась там. Да, у нас просто, я ничего не говорю, никого не хочу там ругать, у нас погодные условия, сами видите, какие. В этом году снега, да. Да, очень много снега, залило все дороги, но все равно, почему-то, когда выпадает снег или там заливает, улицу Ленина чистят в первую очередь. В первую очередь. А люди едут на работу, улица Калинина, улица Театральная, улица Чайковского, Студьмухина, она вся загружена, вся разбита, перебита. Студенческая, посмотрите, студенческая в каком состоянии. Люди просто уже не ездят по ней, не ездят по Мухино, Мухино перегружена. Там даже на днях Кокемирово, да, по-моему, закрыли для общественного транспорта. Говорят, из-за реконструкции набережной очень сильно поколотили дороги, потому что фотоны ездят, КамАЗы, которые, в принципе, не место в городе. Кстати, действительно получается, что мы, так сказать, гробим дороги большегрузными автомобилями, да, сейчас ради красивого города в будущем, да, потому что, ну, набережная, это большой проект, его нужно делать, чтобы там все было красиво, здорово, лицо будет в Благовещенске. То есть мы фасад ремонтируем, а то, что у нас на задворках, пускай там хоть болото провалит. Ну, по идее, насколько я понимаю, когда фасад будет красивый, вот эти разбитые дороги тоже сейчас такой смысл ремонтирует. Это похоже на сумасшедшую уборщицу, потому что, когда нормальная уборщица Швабра, она как идет? Она идет и пятится, да? А сумасшедшая, она вытирает и вперед идет и топчет. Вот это напоминаю. Ну, если у нее при этом сапоги чистые, то почему бы и нет? Я говорю о грязной сапоге. А, ну, тогда да, тогда. Ну, вот говорят, да, что 25 миллионов где-то потратится все-таки на ленточные работы, ямочные работы, то есть с заплатками. Знаете, честно говоря, конечно, я понимаю... А 150 миллионов из области, уже из бюджета области, рассматривают для частичной реконструкции площади Ленина. Вот оно, наше самое проблемное место. Ну, у него там вообще чуть ли не миллиард будет потрачен. Ну, я считаю, наша площадь Ленина и улица в Ленина в нормальном состоянии. Пускай они соберут совет какой-то, я не знаю, пускай проедут по всему городу, посмотрят по всему городу, какие у нас дороги. Они отвратительные, их просто нет. Относительно дорог, площадь Ленина, вообще в шоколаде. Понимаете, если проехать по улицам на Фотоне или на Джипе, то какая разница, что... Как думаете, может быть, вот вообще вся такая ситуация, вот эта вот там, с этими там лужами, с этими асфальтами, обвалившимися совсем, потому что, ну, люди это терпят, простите. Ну, значит, такие у нас люди. Такие люди. Нет, ну, что сказать, люди терпят, вот на форуме АМИД, да, люди, так сказать, сначала просто плакались про то, что плохие дороги, теперь они собираются что-то делать. Ну, пока решили... Безрезультатно пока. Нет, пока решили изготовить наклейки, так сказать, и привлекать внимание, но в то же время были предложены варианты купить грузовик асфальта и вывалить его перед зеленым домом, а еще лучше взять перфораторы и вскрыть вот в это самое место весь асфальт перед администрациями, ну, на что, конечно, им сказали, что это будет расценено как экстремизм или что-то, и будет... Конкретно я не призываю там каждого выходить с лопатами, засыпать эти дорожные ямки, просто люди сами поймите, вы платите налог, вы платите налог. Не стесняйтесь, выходите, доказывайте свое мнение, высказывайте свое мнение, как-то собирайтесь, я не знаю, если хотите организовать какое-то движение, можете узнать мой телефон в студии, как-то это все созвониться, организовать, да, я готов, да, я готов. Мне, я еще раз объясняю, мне не все равно, по каким дорогам я буду ездить. Я в связи с этим хочу вспомнить там одну историю, когда материал на Амур-Инфо назывался «Область пришла на помощь городу». Это было в ноябре 2004 года, когда очищать дороги Благовещенская от льда и снега пообещали областные власти, пригнали технику из Тамбовского и Ивановского района, 15 машин для уборки техники. Для уборки городов. И, как говорит заместитель губернатора Сергей Максимов, главное сделать дороги безопасными. В принципе, почему такая активность случается не так часто, в том случае был как раз вариант, что, ну так, между строк читается. Как поясняют в областной администрации, не раз обращались к городским властям с требованием подготовить город к выборам 14 ноября. Ну, то есть, когда мэр города Александр Михайлович Калягин, при котором как раз… Вот вам и решение, давайте ежегодно проводить выборы, и тогда под это дело мы будем компании всякие организовывать. Если по-другому не получается, давайте ежеквартально вообще выборы проводить, хоть чего-нибудь, куда-нибудь. Кстати, насколько я понимаю… Результат-то все равно один и тот же. Какая разница? Основная эта проблема с дорогами, да, вот в этом году, весной, потому что было много снега, и вот так все стало плохо. Почему нельзя было его чистить? Не знаю, почему нельзя было… Вот я тоже этим вопросом озадачиваюсь, почему нельзя… Этим вопросом озадачились благовещенские депутаты, которые на… Весной озадачились? Да. То есть, знаешь, чтобы когда снег идет, взять лопаты и озадачиться? Ну, вот это конкретно 11 апреля они озадачивались, и они спрашивали с городских дорожников, вот почему такая ситуация. В общем, дорожники сказали, машин много, техника есть, водителей не хватает, 30 водителей. Ну, это, я считаю, не так уж и много. Мне кажется, сейчас найти водителя, это зависит, конечно же, все от заработной платы, от заработной платы. Пойдет туда человек работать за 15 тысяч, или не пойдет он туда работать за 15 тысяч, или там какого-то гастарбайтера посадят на этот трактор, и не дай бог он там кого-то снесет еще. Конечно, это нужны, в первую очередь, опытные водители. Дорожники, опытные водители. Ну да, особенно потому, что вот недавно кран снес провода, и за этим никто не следил. Видимо, там действительно, там и с техники безопасности, и с надзором вообще все никак. Видимо, там с оплатой все никак, потому что тут специалисты, профессионалы не спешат туда идти. Ну, это абсолютно логично, когда денег не хватает, пытаются сэкономить, разве не так? Ну, если вы платите два, да, еще какое-то всю жизнь. Послушайте, ну вот, действительно, может быть, ну, там ладно, там платим мы налоги эти. У меня нет машины, я не сплачу транспортный налог. Да уже и бог с ними с этими налогами. Ну, ты ходишь по тротуарам, по нашим улицам, так же? Видишь, в каком они состоянии. Я езжу, я езжу в общественном транспорте, который ездит по тем же самым дорогам. Ну, вот видишь. Ну, ведь раньше же как-то чистили город от снега. Не хочется произносить вот этот интернет-мем, уже ставший мемом, да, набивший оскуменную «оприми Гули», такого не было. Но ведь чистили как-то город, ведь его чистили. И не говорили «Саше гололед». Не было такого. Леша, ну, что нам все-таки вот со своей фирменной фишкой, как у них? Как у них, да. Ну, не хочется, конечно, гнилой запах захваливать, но просто интересно. Можно почерпнуть некоторый опыт. В Германии, мне это вообще прям привело в изумление, люди, владеющие внедорожниками, они состоят на специальном учете у властей города. Среди, еще какой попал, они поедут. И как только проходит снегопад, всем этим людям звонят, эти люди являются вот так вот под козырек, им на внедорожнике цепляются вот эти штуки, которые нам будут... Чистят дороги. И они чистят дороги в добровольно-принудительном порядке. Им это не компенсируют? Это норма. Или их снимают с... Это за... Это за то, что... Они, наверное, не платят транспортный налог. Я не знаю, что там не платят. Но это вот за то, что они вот катаются по этим красивым улочкам на своих спонтовских машинах. Представляете, у нас на Тойоте Тундре, пацанчеги наши, явились к Березовскому и прицепились в нее и поехали. Я так понимаю, у нас все чиновники на джипах-то сразу выйдут. В США прочитал, и потом фотографию засунют. Очень интересно. Там придумали такую штуку, а там же широкие дороги, многополосные. Едет, короче, грузовик с прицепом. И он так... И как-то его разворачиваешь, что едет вот так вот кабина. Чтобы прицеп боком шел. Да, и боком на прицепе вот эта штука, я все забываю, как она называется, которая снег грибает. И вот по всем... Лопатой грубо говоря. ...четырем-пяти полосам вот так вот она идет и сгребает всю вот эту дорогу. Прелестно. Представляете, какая красота. То есть тоже экономят на дорожной технике, на самом деле. Или у них водителей не хватает? А может быть, кстати, водителей не хватает? Именно поэтому с этим же прицепом придумали. Ну, я быстренько прочитаю, как еще на Гнилом Западе, у кого как. Ну, очень интересно, конечно. Всего разного. Сейчас, 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 сейчас. В Канаде химические противогололедные реагенты практически не используются. При гололеде дороги и тротуары посыпают нередко вручную, обычно технической осолью, а снежно-соляную кашу затем убирают и утилизируют при помощи специальных снеготайлок. Центральная Европа. Химические реагенты и техническая осоль используются лишь при сильных снегопадах. Кстати, это же самая химия, что применяется в российских мегаполюсах. Коммунальщики из Старосвета закупают ее на наши предприятия. Так что, эээ... Возможно, но в Благодесниске слишком холодно и она практически не работает. Разница в способе применения. Внимание, товарищи. Реагенты разливают и рассыпают на дороге до начала снегопада. Они пытаются плавить уже выпавший снег. То есть, они сначала обращаются в метеослужбу, узнают, когда предстоит снегопад. Посыпают, потом снег выпал и ушел. Отлично. Все? Нет, не все. Скандинавия. В Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции коммунальщики не счищают снег до асфальта, а оставляют небольшой слой в пару-тройку сантиметров. Зачем? Его посыпают гранитной крошкой и укатывают. В некоторых регионах зимние дороги даже специально поливают теплой водой с щебнем. В итоге трассы остаются чистыми и по своим сцепным свойствам практически не отличаются от обычного асфальта. Весной грави собирают при помощи специальных пылесосов, промывают и отвозят на склад, чтобы снова использовать в следующем году. И я напоминаю, что материться в СМИ запрещено. Я не знаю, как стоит ситуация в Благовещенске, но это довольно-таки сложно. Но когда машины попадают в аварии из-за ям, открытых люков, незакрытых ливневок и так далее, люки, слава богу, заварили, да? С какой целью заварили? Я к тому, что на самом деле, вот, тоже при грамотном юристе, вполне все дорожные коммунальные службы платят очень хорошие деньги за ремонт автомобиля. В общем, все наши проблемы... Но это надо судиться, бегать, доказывать. В общем, все наши проблемы в том, что наши горожане, уважаемые, великодушные, добрые люди, которые готовы прощать... Ездить по плохим дорогам и платить налоги. И которым совершенно не зазорно выкинуть что-нибудь из окна, плюнуть за угол, затушить окурок об остановку и так далее. И, в общем, в этой ситуации все друг друга понимают и поддерживают Россию. Да, в том, что Россия это страна жареных петухов, которые клюют кого-то... Если идти уже на крайние меры, это надо идти массово в ГИБДД, снимать всем автомобилей с учетом, но тоже палка, как говорится, на двух концах. А за это будут штрафовать тогда? Ну, конечно, репрессивные меры-то начнутся неизбежно. Да, сразу. Сразу станет много гаишников. Да, и ГИБДД-то по большому счету при чем? Они же наоборот пытаются что-то там... Ну, закрыли, да, уже все закрыли. Улицу, городскую улицу, закрыли общественного транспорта. Потому что, видимо... Просто я еще что хочу сказать, обращаясь к водителям. Маленько быть взаимовежливы друг к другу. Маленько как-то помогать друг другу. Там где-то кто-то выезжает с ворох территории. Потому что поток большой идет. Ну, как-то остановиться, пропустить человека. Ну, все торопятся, все едут с работы на работу там по своим делам. Тем более на таких дорогах. Да, и от этого, может быть, нам еще маленько станет полегче самим ездить по этим убитым, извините меня, дорогам. Взаимоуважение от водителей. Все. Доброта, взаимоуважение. Все, я думаю, будет нормально. И добиться своих целей по поводу решения этих проблем в нашем городе Благовещенске с нашими дорогами. Андрей, ну вот насколько я знаю, то, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы на жизнь зарабатываете, очень тесно связано с дорожной проблемой. Да, у меня небольшой авторемонтик. Ко мне вот приезжают друзья. Кто стойку загнет, кто колесо пробьет. Так вы заинтересованы в плохих дорогах? А, ну как, заинтересован? Я заинтересован в другом, чтобы они были хорошие, эти дороги, понимаете? Чтобы мне не ехали, как говорится, вот недавно женщина, я еду домой. Хорошо, что ехал в сапогах. Еду на своем автомобиле, еду, и где-то, получается, перекресток Театральное Соколовского, там вот, где магазин на строй, выезжаете. Там прилегающая территория, там затопило все водой, там вообще дорога разбитая. И женщина выезжала и повисла на своем автомобиле. И все едут мимо, никто не останавливается. Все едут мимо. Она бегает только вокруг своей машины, ничего сделать не может. Я остановился, поставил машину, вытащил. Она мне поблагодарила, мне как-то самому приятнее стало, что я ей оказал помощь. Как-то вот, надо быть маленько взаимовежденными друг к другу. Не проезжать мимо, не смотреть там на эту проблемную ситуацию, а как-то действовать, я не знаю. Андрей, ну я так понимаю, что если, посмотрев нашу программу, какие-то люди захотят примкнуть к вам и вообще вместе что-то думать, делать, бороться, можно давать ваши контакты, да? Ради бога можете, пускай обращается на студию Альфа-канала, я оставлю свои данные. Как-то созвониться и принимать вместе совместное решение, что-то делать как-то для благополучия своего города. Ну что, вот такая программа получилась, похожая на крик души. Конструктивного в ней мало, конечно. Я бы даже сказал, не то, что крик. Конструктивного в ней мало, но есть недовольствие, есть эмоции. Ну, а как быть без этого тоже никуда, правильно? Мы имеем право открыто выразить свое мнение. В принципе, да, просто вот, может быть, по поводу той же самой-то Европы, там ведь многие чиновники пользуются общественным транспортом, ездят на велосипедах, пешком, поэтому... Ну вот я и хочу, я и хочу призвать к этому, чтобы они не сидели в кабинетах, а вышли с кабинетов, проехали по городу и реально увидели эту проблему. Спасибо большое, Андрей, что согласились принять участие в нашей программе, поделиться своими эмоциями и своим опытом. Если есть у кого-то какие-то варианты решения проблемы весенних городских Благовещенских улиц, то звоните нам, пишите, оставляйте свои отзывы. Идите работать водителями в ДЛ. Увидим версии программы открыто. Мы с вами прощаемся, увидимся в следующем выпуске. А с нами был президент. Который не требует от нас заваривания люков. Да. Но который соблюдает чистоту. Поскольку ценят деятельность черепашек ниндзя, ведь они спасут город. Всего доброго. Простите, это за пихать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Служба доставки японской кухни «Президент кафе» 56 56 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова